Канал Игромании. Подпишитесь, если смотрите программу «Итоги недели». BenQ, создатель культовых игровых мониторов серии XL, представляет Zoe, a brand by BenQ. Широкий ассортимент продукции для киберспорта. Игромания представляет «Итоги недели». Программу о самом главном, что произошло в игровой индустрии и культуре за минувшие 7 дней. Смотрите в этом выпуске. В Москве скоро стартует Игромир. Большая утечка по Death Stranding. Создатели Dark Souls делают игру про роботов. Япония сходит с ума из-за покемонов. Обо всём этом и о многом другом уже через несколько секунд. Игромания Для начала новость от Игромании. Как вы уже, вероятно, знаете, в Москве с 29 сентября по 2 октября в павильонах Крокус Экспо будет проходить выставка Игромир. В прошлом году её посетило 162 тысячи человек. А в этом есть вероятность этот рекорд побить. На выставку, чтобы представить свои проекты, съедутся разработчики и издатели со всего мира. Разумеется, там будет и Игромания. Причём не просто так, а со своим стримом. В течение трёх дней выставки мы будем рассказывать о том, что на ней происходит. Будем приглашать к себе в студию интересных гостей и транслировать всё в прямом эфире. Узнавайте всё самое главное об Игромире вместе с нами. Можно на Twitch-канале, ссылку на который вы видите на экране в описании. А можно и прямо тут, на нашем канале YouTube. Ну а теперь к другим новостям. Ни одной недели без Хидео Кодзимы и слухов о Death Stranding. В этот раз источником новостей стала масштабная утечка информации, которая произошла во время Tokyo Game Show. Как стало известно, сценарий игры уже написан и утверждён руководством Sony. А в стадию непосредственной разработки Death Stranding вступит уже в ближайшие 30 дней. Интересно, что в качестве соавтора Кодзимы указан никто иной, как режиссёр Гильермо Дель Торо. Видимо, два творца настолько сдружились во время работы над Silent Hills, что решили продолжить сотрудничество даже после закрытия проекта мечты. Актёрскому составу новой игры японского геймдизайнера позавидует любой голливудский фильм. Помимо Нормана Ридуса и Матса Миккельсона, в чём участие уже можно не сомневаться, свои лица и голоса игре подарят Идрис Эльба и Кевин Дюрант. Их обоих, скорее всего, пригласил именно Дель Торо. Эльба снимался в блокбастере «Тихоокеанский рубеж», а Дюрант играет в сериале «Штамм» по мотивам романов самого Гильермо. Как сообщается, Хидео Кодзима намерен использовать потенциал PS4, что называется, на полную катушку. В игре будут задействованы все особенности консоли. Микрофон, динамик на DualShock 4, лайтбар, камера и сенсорная панель. С их помощью четвёртая стена будет ломаться буквально на куски. Так что надеяться на то, что Death Stranding однажды лишится статуса эксклюзива для платформы от Sony, наверное, не стоит. Что же касается графической составляющей, то выбор, по слухам, идёт между движками студии Sucker Punch, Quantic Dream и Crytek. Окончательное решение будет объявлено в декабре на PlayStation Experience. Сама же игра должна выйти в конце 2018 года. Больше танков богу танков! На прошлой неделе стартовал открытый бета-тест аркадного многопользовательского экшена «Танки Икс» от российской компании «Альтернатива Платформ». От других танковых проектов, по словам создателей, игра отличается тем, что не претендует на реализм. Никакими экспонатами из Музея военной техники управлять не придётся. Свою боевую машину игроки могут создать сами с нуля. От пушки до корпуса. На выбор рейлганы, огнемёты, плазмаганы, дробовики и другие пушки, а также корпуса, отличающиеся маневренностью, живучестью и формой. На данный момент доступны быстрые сражения в нескольких режимах. Принять участие в бета-тесте могут все желающие. Сможет ли новая игра про танки дать бой закалённым ветеранам жанра? Покажет время. В Москве состоится «Эпицентр Москва» — большой международный турнир по Counter-Strike Global Offensive. Его организовала команда Epic Sports Events. Напомним, что именно она занималась турниром по Dota 2, который прошёл в столице в мае этого года. Тогда за соревнованиями следили 24 миллиона человек по всему миру. В «Эпицентр Москва» примут участие сильнейшие команды со всего света. Шведы из Ninjas in Pijamas, поляки из Virtus.pro, украинская Na'Vi и многие другие. Коллективы, которые не получили приглашения, также имеют шанс испытать свои силы на московской арене. Прямо сейчас в странах Европы и СНГ проводятся отборочные турниры, победители которых поборются с фаворитами за первое место. Финал турнира пройдёт 22 и 23 октября в спортивно-развлекательном комплексе ВТБ «Ледовый дворец». Призовой фонд составит 500 тысяч долларов. Исполнительный директор Epic Esports Events Марк Авербух отметил, что зрителей ждёт красочное шоу. «Предстоящий эпицентр станет настоящим вызовом», — сказал он. «Мы сделаем всё возможное, чтобы зрители смогли насладиться красочным шоу, потрясающими декорациями, приятной атмосферой событий мирового масштаба и почувствовали себя в эпицентре событий». Хорошие и плохие новости для поклонников серии Dark Souls. Её создатели, компания From Software, работают сразу над несколькими новыми играми. Подвох в том, что ни одна из них не имеет отношения к самой хардкорной франшизе современности. Как сообщил глава студии, Кидетака Миядзаки, сейчас команда начала работу над новой частью Armored Core — знаменитой серии про боевых роботов. На данный момент проект находится на самой ранней стадии, и никаких подробностей Миядзаки предоставить не может. А вот второй анонс ещё туманнее. Сообщается, что From Software работает над чем-то таким, чего от неё никто не ожидает. Над чем-то диковинным и необычным. «Новая игра чудная, но мы создаём её со всей серьёзностью. Хочу, чтобы игроки знали это, когда будут думать, какая же она странная», — говорит Хидетака Миядзаки. Что же касается третьего проекта, то про него известно только то, что он будет выполнен в уже знакомом команде стиле тёмного фэнтези. Но это совершенно точно будет не Dark Souls и не Bloodborne. С ними покончим. В последнее время расхитители гробниц повадились откапывать всё новые экземпляры с кладбища закрытых проектов. На прошлой неделе все желающие получили возможность сыграть в квест по вселенной Warcraft. А на этой пользователь Reddit выложил кадры из легендарной Star Wars Battlefront 3. Несмотря на достаточное количество различных свидетельств, LucasArts никогда официально не подтверждал от того факта, что эта игра вообще разрабатывалась. По информации из различных источников, проект тихо прикрыли в 2008 году. И вот теперь мы можем видеть, что на момент закрытия Battlefront 3 уже приобрёл довольно чёткие очертания. В двух роликах можно видеть довольно масштабные битвы в космосе и на поверхности Татуина. Также, судя по всему, в игре планировалось гораздо больше внимания уделить сюжетной кампании. Несмотря на провисание FPS и прочие баги, можно сказать, что выглядел проект весьма прилично для своего времени. Жаль, что такой Battlefront мы потеряли. И, судя по всему, потеряли навсегда. На этих выходных компания Wargaming провела в Киеве конференцию 4C. В четырёх лекционных секциях прошли доклады о передовых технологиях разработки, о бизнес-приёмах, прозвучало много умных прогнозов на игровые годы вперёд. Среди выступающих были, к примеру, сценарист Half-Life и Portal Чет Фаллиззек, креативный директор 2K Games Эрик Симонич, глава Electronic Arts России Тони Уоткинс и многие другие. Подробнее о конференции мы ещё расскажем, ну а пока нам просто приятно сознавать, что у разработки игр на постсоветском пространстве прямо здесь и сейчас открывается второе дыхание. Будем следить за развитием событий. На Игромире можно будет сыграть в Гвинт. Социальная сеть ВКонтакте запустит свою стриминговую платформу. Альфа-тестирование For Honor стало самым масштабным в истории Ubisoft. Alien Isolation может официально получить поддержку VR. В октябре выйдет мобильная игра по мотивам «Мафия 3». Альфа-тестирование For Honor Альфа-тестирование For Honor Альфа-тестирование For Honor Покемон Гоу подарило нам немало историй разной степени забавности. От безобидных казусов до весьма неоднозначных и даже жутких историй. К какому из этих разрядов отнести случай, который произошёл со стримером Рики Янеза на прошлой неделе, сказать сложно. Молодой человек отправился вечером в Центральный парк Нью-Йорка, чтобы половить покемонов. Весь процесс он, как и полагается видеоблогеру, стримил прямиком на Твич. Вот только охотник в итоге оказался жертвой. Прямо во время игры на Рике со спины набросился грабитель, повалил юношу на землю, выхватил из его рук телефон и убежал. И всё это на глазах у десятков шокированных зрителей онлайн. Они наблюдали за тем, как незадачливый преступник в прямом эфире пытается удалить со смартфона личные данные владельца и обещали ему скорый арест. Бандит засветил своё лицо на трансляции, так что полиция его, скорее всего, уже задержала. С одной стороны, это пример пользы повальной съёмки всего и вся на гаджеты, ведь иначе грабителя бы вряд ли поймали. Но с другой, ничего бы этого не произошло, если бы блогер не выставлял смартфон на показ в ночном парке, привлекая к себе внимание. Эта история могла закончиться куда большей трагедией. Так что не забывайте об осторожности, друзья. Пока весь мир медленно, но верно охладевает к покемонам, в Японии всё становится только хуже. Эпидемия всеобщего помешательства на игре приобретает жуткие формы. Так, на прошлой неделе район Адайба в Токио оказался буквально парализован из-за обнаружения на его территории редкого Лапроса. Толпы людей наводнили остров. Они хаотично перемещались по дорогам города в поисках заветного покемона, игнорируя знаки и светофоры, выбегая прямо перед машинами и создавая массу аварийных ситуаций. Власти города даже были вынуждены согнать в Адайбу всю полицию из соседних районов, чтобы Стражи Порядка взяли ситуацию под свой контроль. В конце концов, правительство попросило разработчиков Pokemon Go, чтобы те перенесли монстра в какое-нибудь другое, менее оживлённое место. От греха подальше. Ох уж это Япония. Страна восходящего солнца дарит нам немало всего странного и удивительного. Вот и сегодня она преподнесла нам необычного человека, с которого можно смело брать пример. Итак, встречайте. Киёши Касан. Самый пожилой геймер на Земле. Господину Касану 80 лет. Он работает парикмахером, а в свободное время любит скоротать пару часиков за Dark Souls 2. Внезапную известность он обрёл благодаря сюжету в местной телепередаче, кадры из которой вы можете видеть на экране. Японец признался, что прохождение игры даётся ему нелегко. На битву даже с рядовым противником может уйти целый час. Но Киёши Касан увлечён процессом и не сдаётся. Кстати, Dark Souls не единственная игра, которой он увлечён. В коллекции старичка можно найти серии Final Fantasy, Assassin's Creed и Tomb Raider. А Resident Evil он и вовсе считает шедевром. Вот о такой старости, пожалуй, впору мечтать каждому геймеру. Про No Man's Sky будут говорить ещё долго. Всё-таки уровень хайпа и последующего разочарования слишком высок. И, конечно же, проект Шона Мюррея привлёк внимание десятков талантливых моддеров. Про No Mario Sky мы уже рассказывали. Теперь настало время Doom. Разработчик Роберт Прест за три недели перенёс механику игры про покорение бескрайнего космоса на древний, но неубиваемый движок от Doom 2. Результат вы видите на экране. Разнообразные планеты, диковинные монстры, космические станции. Всё, как в проекте Hello Games. Вот только в оболочке прямиком из начала 90-х. Такая No Man's Sky у вас навряд ли будет тормозить. Экранизация серии The Legend of Zelda — тайная мечта любого фаната приключений Линка. Причём некто не хочет очередного бездушного голливудского блокбастера. Нет, магию Хайрула может передать только анимация. Желательно от студии Гибли и под руководством самого Хаяо Миядзаки. Некоторым эта несбыточная мечта просто не даёт покоя. Вот и аниматор Мэтт Винс своими руками создал трейлер к мультфильму, который почти наверняка никогда не выйдет. Выглядит потрясающе. Эх, а до чего же обидно. Прекрасный и грозный ситх от Miss Sinister. Mario Galaxy в реальности. Системный блок в стиле Borderlands. Эффектная Трис Меригольд. Официальные бутсы от Electronic Arts. Очередные фокусы в FIFA. У этого баскетболиста какие-то проблемы с техникой. А вот этот даже слишком виртуозен. Вот как вы выглядите на самом деле, когда покидаете убежище. Иногда лучше просто лечь и отдохнуть. Вот и всё за эту неделю. Играйте только в лучшие. Друзья, прямо сейчас на нашем сайте грандиозная раздача инвайт-кодов для World of Tanks, которые дают не только два призовых танка, но и шанс выиграть консоль нового поколения. Подробности по ссылке на экране и в описании. Тут написано следить. А тут на иностранном языке написано следить. Я украинским не владею. Скажите, уважаемый товарищи, а вы не могли бы нанять из всех млекопитающих, зачем вы выбрали... Не могли бы нанять человека? Зачем из всех млекопитающих брать редактором дрессированную ламантину? Вот зачем? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова